Зашифрованные артефакты, воссозданные интерактивные экспонаты и вернувшиеся в родные стены мамонтенок. В таком виде уже завтра перед владимирцами предстанет экспозиция путешествия в каменный век. Здесь уделили внимание сохранению традиций. Будущие посетители также будут учиться добывать огонь. Вместе с тем в экспозиции есть и несколько изюминок. Выставлено большее количество подлинных предметов из фонда хранилища. Иногда мы показываем дубликаты. Сейчас вот эти витрины, которые спрятаны, закамуфлированы в пространстве экспозиции, позволяют показывать подлинные вещи. Это очень важно. Кроме того, проводить экскурсии здесь будут и научные работники музея, в том числе археологи, которые смогут более глубоко раскрыть информацию об эпохе каменного века. Заново будет открыта экспозиция в гостях у прабабушки. Здесь решили увеличить свободную площадь для посетителей, чтобы у ребят появилось больше пространства для общения. А проводить экскурсии здесь будет музейный ветеран Янина Терехович, который лучше всех знает о воспитании купеческих детей. Меня все увлекает. И то, что детей обязательно учили музыке, учили хорошим манером. Мальчиков с детства приучали уважать девочек. Вот даже когда брат и сестра заходили в столовую, брат не мог сесть за стол прежде сестры. Он стоял и ждал. Сядет сестра, значит сядет братик потом. Своей дверью в эту субботу распахнет еще одна экспозиция левого крыла «Древнерусская школа». Именно здесь ребята смогут сравнить две эпохи и два подхода к обучению. А еще завтра в палатах состоится открытие выставки «Вечность в реликвиях». На ней представлены уникальные книжные артефакты из Успенского собора. В течение дня все экспозиции работают бесплатно. Кроме того, уже завтра владимирцы смогут ознакомиться с десятью проектами нового логотипа музея. Их подготовили студенты кафедры дизайна ВЛГУ. Сами сотрудники музея сейчас также заняты разработкой логотипа музея. Это очень непростая история. Здесь надо соединить музейную составляющую, главную миссию музея и светлую веру в будущее. Пусть люди посмотрят, пусть проголосуют, пусть скажут свое слово, пусть оценят работу молодых дизайнеров и будущих художников. С полным расписанием всех мероприятий «Ночи музеев» можно ознакомиться на сайте. Там же есть информация и о том, какие мероприятия подготовили музейные комплексы региона.